Ну, хочу вам сказать, это что-то новенькое было, но да ладно. Сегодня вот статью, которую сейчас я вам расскажу, почему-то отклонили, не дали мне её опубликовать. Я не буду писать техподдержку, узнавать какие-то причины. Просто её тогда в аудиоформате запишу и как бы таким образом дам этой истории всё-таки шанс быть услышанной. Называется история «Черныш наш». Через полгода хозяева вспомнили, что кот – это член семьи. С каждым днём в сельском мини-приюте Людмила Чернецкая всё веселее. Вчера приходил сын хозяйки кота Черныша. Конечно, увидеть посреди ночи двух амбалов по два метра было как-то не очень приятно одинаковой женщине-инвалиду. Волонтёр им кота не отдала, но он сказал, что сегодня опять приедет, что это их член семьи, и он хочет его назад. В общем, сидит теперь хозяйка приюта, и они знают, что делать. Вот как помогать людям забирать чужих животных. Звонила женщина тому, кто привёз ей своё время. Это он дал им домашний адрес сельского приюта. Он сказал, чтобы не отдавала, ведь семья неблагополучная. Молодец. Сам испугался, не захотел скандала, а волонтёр теперь должна расхлёбывать. Так всё было где-то полгода назад. А теперь он говорит, что это член их семьи. Да даже дело не в том, я могу отдать кота обратно, а потом опять на улице окажется. Если бы я была уверена, что они его не выкинут. А так впереди зима. Встала перед дилеммой волонтёр. Самое главное, они живут не в том же посёлке, где волонтёр, а в Донецке. Получается, в том доме, где были те люди, которые отвезли когда-то кота в клинику. Ну, классно получается. Сидя его по клиникам, возили. Людмила Чернецкая полгода его передерживала, подлечивала. А теперь они проснулись. Сами взгляните, как он в приюте похорошел. Он как слон стал. Какая там уже пантера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...